Привет, друзья, с вами Кик, и сегодня будет видео касательно статьи Геннадия М, которую я вчера прочитал. Статья называется «Ripple никому не нужен», и там приводятся пункты, что технологии Ripple Labs, в том числе и XRP, никому не нужны, банкам и финансовым институтам, и не исключено возможность, что со временем Ripple Labs закроется, и все, конец XRP. Так вот, этим пунктом, которые там в этой статье приведены, я бы хотел посмотреть, что правильно, что нет. Но до этого я хочу сказать, что я всегда уважал Геннадий М. Мистер Геннадий М, ваш контент просто супер на 99%. Есть моменты, с которыми я не согласен, которые, наверное, более индивидуальны из жизненного опыта вашего. В основном, спасибо вам, я это уже однажды говорил в моем, один из моих первых видео, спасибо вам за контент, который вы делаете. Но иногда, я думаю, что вы не правы. Любой может ошибиться. И вот почему я думаю, что вы не правы касательно Ripple и XRP. Смотрите, вы говорите, что первый пункт, это то, что банкам выгодно не подключиться к Ripple, не использовать технологии Ripple, потому что они на переводах зарабатывают. Плюс они зарабатывают на удержание средств. То есть, за перевод, банковский перевод с помощью Corresponding Banks и системы SWIFT занимает от 2 до 3 до 5 дней. И, конечно же, комиссии очень велики. И сказали, там 25 плюс долларов за каждый перевод. Давайте по этим двум пунктам пройдемся. Вообще, любая индустрия, которая хочет развиваться, она делает так, чтобы быть доступным для масс. Это то же самое, что, к примеру, закрытый клуб, скажем, тех mobile communication компаний, которые продавали телефонные чипы для разговора по 1000 долларов. И только некоторые люди могли позволить себе иметь вот эти чипы, поставить сим-карты, поставить свои телефоны и вот разговаривать. И это было просто, когда ты видел человека, который разговаривает на улице с мобильным телефоном. Но это автоматически означало, что у него есть вот эти 1000 долларов только на вот такую сим-карту. И со временем этот закрытый клуб, как и другие закрытые клубы, я имею в виду закрытый бизнес, монопольный бизнес, из которого цена образовывается только исходя из-за того, что они могут себе это позволить, сохранить эту цену. А не то, что вот эта цена реально стоимость того или иного продукта. Вот что я имею в виду, когда говорю закрытый клуб. И вот когда другие операторы вошли, автоматически цена просто от 1000 долларов упала до нуля. И сейчас мы вообще не платим за карту, да. Но мы сейчас платим за, до сих пор, платим за минуту разговора. То есть, и это более-менее пока еще возможно сохранить вот этот закрытый модель бизнеса. Потому что все те, кто не пользуется интернетом, у них нет другого выхода, чем воспользоваться услугами вот этих операторов, которые считают, что за минуту 20 рублей это нормально. Но и это со временем, что мы видим, год, два, три года люди переходят на использование интернета. И этим операторам ничего не остается, кроме того, чтобы как-то изменить свой бизнес-модель, вовредить себе и начать продавать другие услуги по интернет-линии для того, чтобы сохранить свой бизнес. Почему я знаю про мобильную коммуникацию? Потому что мои друзья в этой сфере довольно долго, и я знаю, как у них просто продажи, их финансы, не продажи, их прибыль падает с каждым годом. И уже долгое время. Но пока что они на плаву, но они все знают, что это ненадолго, если они не изменят свою бизнес-модель. Так вот, то же самое и с банком, и с ВИФТ, с этими переводами. У банка в основном два продукта. Это переводы и это кредитные линии. Это основные продукты банка. Так вот, рынок переводов банки начали терять частично еще и 10 лет назад. С помощью компаний, онлайн-компаний, которые могли предлагать возможность напрямую переводов очень за день, за, к примеру, PayPal, вообще за несколько минут. Частично они стали терять вот этот рынок. И это тоже не понаслышке, потому что и там у меня есть люди, которые долгое время, еще до того, как вообще онлайн-банкинг был. Вот почему они создали онлайн-банкинг, вообще в чем была цель создания онлайн-банкинга. И в нескольких банках. Тут у нас есть HSBC, тут у нас есть Амера-банк. То есть, несколько банков, которые поочередно перешли на онлайн-банкинг. И основной, как сказать, почему они это сделали? Для того, чтобы хотя бы дать клиенту больше удобства. Чтобы он не приходил в банк для того же перевода интернационального. Хотя бы он из дома своего компьютера делал это. Но все равно онлайн-банкинг не спасла эту ситуацию, что после шести, скажем, или же выходные, праздники, все равно этот перевод отправлялся на следующий день. Ну и плюс задерживался от двух до пяти дней. Поскольку все равно перевод с помощью корреспондинга и свихт. Плюс вы сказали, что банки специально задерживают средства для ликвидности и, конечно же, для прибыли. Так вот, бизнес развивается, если дается больше возможностей клиентам. Почему PayPal так сильно встал в этом рынке международных переводов, интернациональных переводов? Потому что удобно. Нету субботы, воскресенья, нету после шести, нету праздников. Всегда можно отправить строгую. И, по сути, это почти что моментально. И комиссии PayPal, конечно же, ниже, чем Bankware Transfer. Это не то, что банкам... Они не хотят, чтобы был PayPal, чтобы они зарабатывали, продолжали зарабатывать, да? Свои 25 долларов плюс они задерживали средства и все такое. Они не могут с этим ничего сделать. Если развивается индустрия, автоматически ты должен сам развиваться. Или же как бизнес-модель ты потеряешь свое влияние, силу, то ли в рынке. Нормально. Любой бизнес может, по сути, себя пережить. И банк не исключение. Или же не полностью банк. Тот же часть банка, которая делает интернашнел-переводы. Ты можешь себя пережить, потому что ты не развивался. Индустрия развивалась, а ты нет. Так вот, почему банки стали поддерживать разные типы переводов? Так вот, начиная с PayPal, уже интернациональные переводы, часть рынка, который полностью лежал на банках, уже стал частью PayPal, Skrill или другие. Каждый год почти что один или несколько открываются. То есть они по-маленькому, но берут рынок. Тот рынок, который свободен, потому что банки купят на том же месте. От двух до пяти дней и большая комиссия. Это невыгодно клиентам. Клиент всегда сам ищет путь платить меньше и сделать это по-быстрому. И если банк не развивается, он просто в этом теряет рынок. Это сегодня, ситуация сегодня. Если посмотреть, к примеру, SendFriend, компания, которая... До того, как я перейду до SendFriend, еще и важен тот момент, что вся вот эта банковская система переводов, она основана на, по сути, ностовостро аккаунтов. Вы сказали, что вы работали в банке, так что вы это отлично знаете. Но для тех, кто не знает, ностовостро это аккаунты, которые банки держат между собой для того, чтобы осуществлять переводы, потому что Стив только делает перевод информации, месседжер. Получается, если, к примеру, из России в Америку, с помощью банка ты отправляешь средства, ты пришел, тысячу долларов дал банку, банк не отправил эти тысячи долларов сюда. Нет, банк из своего вот этого аккаунта в другом банке в Америке, он просто имеет там аккаунт, и из этого аккаунта вычисляется сумма тысячи долларов. Этот человек получает это. Потом, через некоторое время, сделаете ребалансинг этих аккаунтов. Так что деньги, по сути, не переводятся, только месседжер переводится. Но что мы видим сейчас? Самое главное, самое главное изменение, которое дает Ripple и Ripple Labs. Это то, что, к примеру, если бы я хотел открыть компанию, которая занимается международными переводами, в таком случае я должен был в том же, к примеру, один калидор возьмем, тот же самый, Америка и Россия. Я должен поставить и тут средство, и тут средство для двух сторонных переводов. Потому что, если человек придет, чтобы сделать перевод, я должен иметь тут средство, чтобы отсюда вычислить. Это очень трудно и очень, в принципе, требует очень много средств для того, чтобы открыть вот такую компанию. Но сегодня Ripple Labs нам дает другую возможность. Это возможность в том, чтобы, ну, просто нужно программное обеспечение, которое двухсторонно подключится к локальным эксченджам. Если человек, к примеру, открыл мобильное приложение, которое работает на Ripple Labs, добавил из своей карты 100 долларов в это приложение, нажал Send, отправить. В таком случае, что делает программный код? Эти 100 долларов отправляет на биржу, конвертирует в XRP. С помощью XRP и DLT технологий сети Ripple гарантированно, мгновенно, с почти нулевой комиссии. Почему нулевой комиссии? Потому что Ripple не разрабатывает на этих комиссиях, во-первых. Во-вторых, только комиссия взимается для осуществления в сети перевода. Деньги моментально, гарантированно отправляются в эту страну. Твой программный код еще раз отправляет в Exchange, конвертирует XRP. В рубли отправляет на твой мобильный аккаунт. То есть, по сути, тебе уже не нужно хранить деньги и тут, и тут. И это мы говорим просто про один колидор. В таком случае, при применении такой технологии, тебе можно просто открыть программное обеспечение для Money Transfer во всем мире. Где есть возможность сделать Exchange. И то, что мы видим, что делает Ripple. Ripple добавляет все возможные банки, эксченжи для того, чтобы обеспечивать вот эту ликвидность. Чтобы везде была возможность сконвертирования любых типов валют в XRP и обратно. То есть, технология в основе, она другая. И открывает рынок почти что для всех, кто хочет в этом рынке создать программное обеспечение и бизнес. То, что не было возможным до сих пор. Бовторюсь, потому что тебе нужно было средства держать везде. И так, это вредно для банков. Это же то же самое, что сказать, что интернет вреден для операторов. Потому что с помощью WhatsApp можно разговаривать с Wi-Fi бесплатно. Так что операторы против того, чтобы интернет вошел в этот мир. От этого нельзя избежать. Или же ты модернизируешь свой бизнес, находишь другие решения. Даешь тот же качество, те же возможности, что и маленькое такое приложение компании. Или же ты со временем просто теряешь рынок. Потому что другого выхода уже просто нет. И тут опираться на просто авторитет, что банки не будут использовать. Вот и все, потому что им невыгодно. А не будут использовать, они просто закроются. Потеряют рынок. Потому что не хочешь использовать. Ладно, тебя никто не заставляет. Но вот мобильное приложение, реклама которого стоит, что более, скажем, миллион человек пользуются этим мобильным приложением. Трансферы моментальные с минимальными комиссиями. Скажем, те же тысячи долларов, 4 доллара комиссии. И тут ты второй день приходишь в банк, видишь, что тысячи долларов, определяешься 75 долларов, скажем, комиссия. За 5 дней. Конечно, это всего лишь дело времени, когда ты решишься попробовать это. Убедишься, что это работает в 100 раз лучше, чем банковский перевод. Так что касательно того, что банкам не нужен, банкам вредно. Да, потому что с помощью монополии они сохраняли рынок, бизнес-модель. Но этой монополии, по сути, и конец. И они должны как-то модернизироваться. Идем к второму пункту, где вы говорите, только банчики подключаются к Риплу. Это тоже неправильно. Банк оф Америка, которое... Можно посмотреть, там уже несколько видео, более десятков видео, в которых представители банков Америка и очень высокопоставленные лица говорят о том, что они работают с Рипл. Банк оф Ингланд. Центральный банк Англии. Официальное заявление. Работают с Рипл. Руэлл Банк оф Канада. Не маленький, не банчик. Работает с Рипл. Сайм Коммершал Банк в Таиланде. Один из самых крупных банков. Работает с Рипл. СБА и Банк Консорциум в Японии. 64 банка, кажется, или 61 банк. Работают с Рипл. 5 самых крупных банков в Индии. Монополий рынок. Три из них работают с Рипл. Национальный саудовский банк работает с Рипл. HSBC тестирует Рипл. Смотрите, почему все они это делают. Это же не банчики. Это самые большие банки. Только Банков Америка. Или любой другой. Руэлл Банков Канада или же Банков Ингланд. Не буду повторяться. Но это не банчики, мистер Геннадий. Но почему многие вот эти банки используют. Или же как минимум тестируют Рипл. Продукты Рипл Лапс. X-Current, к примеру. Потому что это мгновенно. Да, тут нужно. Но 100-100 аккаунт и все равно нужно. Но это намного лучше, чем Swift. Всего 6% стабильных ошибок. Касательно переводов. Ну и плюс мгновенно. Тут нет ошибок и это мгновенно. А там ошибки и двух, то пяти дней. Так вот эти банки. Все они понимают, что со временем онлайн банк. Это вот такой банк, который мы знаем сегодня. Этот банк он не нужен. Здесь сколько человек уже ходят в банк для чего-то. Почти все как-то пользуются онлайн услугами. Вот со временем будет онлайн банк. И много работников в том же банке не нужно. Максимум несколько филиалов будут. Но то количество, которое есть, не нужно. Тот же Swift, в котором работает 9 тысяч человек. И тот же X-Count X-Rapid. Просто это несравнимо. Swift выглядит на этом фоне, как старый завод. Абсолютно не модернизированный. Где все делается ручно. Конечно же в этом мире с заводом Tesla, скажем, это не сравнится. Так вот, со временем будет онлайн банк. И банкам вот те же количество людей, работников и филиалов точек не нужно. Будет. Они используют X-Count сегодня, потому что X-Count дает им в конкуренции, дает им вот ту же функцию, быть мгновенным, взять намного меньше процентов. Да, они неохотно к этому идут. Но у них просто нет вариантов. Но и на X-Rapid или же на использование X-Rapid с помощью X-Count 4.0. Они перейдут. Почему? Потому что, во-первых, они в рынке, те перейдут, те, которые хотят оставаться в этом рынке, они в этом рынке обеспечат то же качество, что и, к примеру, программа обеспечена SendFriend для US-Philippine Transfer, да? Один простой пример. Та же комиссия, что и вот такие мобильные приложения, та же мгновенность, та же качество. 24 часа. И с X-Count у них там 40% экономия, с X-Rapid 70%. То есть, если SendFriend использовать X-Rapid, X-Rapid полная цепочка, да? То, что я говорил, конвертировать X-RP, в Exchange отправить, там конвертировать и обратно. Там 70%. То есть, банк будет вынужден использовать вот это. Потому что в таком случае он, опять же, теряет долю в рынке. И где мы видим, что много банков не только тестируют и подключаются к рынку, но и интересуются всеми этим. Потому что у банков не то, что нет другого выхода. Если посмотреть презентацию в мае, где брали много высокопоставленных лиц от коммерческих банков, центробанков. Вообще многое изменяется. Я не буду уходить в ту тему, где на 100 в 100 вообще нету или вообще назначения X-Rapid. Я в эту сторону не буду уходить. Но то, что много конференций, где банковский сектор максимум изучает возможность, как перейти на эти новые технологии, чтобы оставаться в рынке. Могу сказать, что вот этот сектор сейчас просто бурлит. И сказать, что банкам не интересен Ripple, они не нуждаются в Ripple. Это надо сказать полностью обратное. Банкам очень интересен Ripple и банки критически нуждаются в Ripple. Это я говорю исходя из-за того, что вот все это время происходит. И после репортов от этих конференций. Банки критично заинтересованы в Ripple. Потому что даже намного больше, чем Ripple заинтересованы. Даже можно сказать так. Потому что для Ripple рынок огромный. Любой предприниматель, даже я могу создать вот это. Банки нужны. Финансовые институты нужны, потому что они очень по-крупному станут добавлять ликвидности. Но в долгосрок даже такие предприниматели, как я, которые могут создать программное обеспечение для интернационных трансферов. Количество таких компаний маленьких, как моя, скажем. Вот эти компании уже будут сильными со временем. Через несколько лет. Но зачем? Ну, банки не хотят вот. Чтобы были вот только вот такие компании. Они тоже хотят бить. И очень сильно хотят. Просто это все очень логично. Смотреть с той стороны, что я не буду модернизироваться, лучше я умру. Ну, это может быть мнение человека, а не компании. Потому что хотя бы в компании есть бок директоров, которые скажут, что ты не прав. Ты хочешь умереть, но мы не хотим потерять бизнес. Так что да, мы переходим на использование этой технологии. Мы не будем зарабатывать 25 долларов. Мы не будем зарабатывать на задержании средств. Мы будем работать над тем, чтобы найти другие возможности. Это бизнес. Это логично. В любом бизнесе так. Так что опираться на силу только авторитета, что банк такой сильный, он может не принять, и все, технология умрет. Технология не умрет, и банк не такой сильный. Лучше полагаться на силу и авторитета. Там было выражение, да, супер. Можно было с этим выражением, в принципе, закончить. И тем, всем тем будет непросто, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины. Это самое лучшее выражение для этой ситуации. Потому что банк, как и другой любой бизнес, он просто бизнес. Или же он находит новые возможности, адаптируется к новым временам. Или же умирает в рынке. Вот и все. А насчет Джеба Маккелба и Стеллер, что он продаст все свои сбережения XRP, все свои XLM и создаст новую сверхзвуковую монету, межгалактическую. Я понимаю, что это негатив. В этом контексте я вижу негатив. Но то, что без трата XRP, это просто плюс. Потому что тоже моментальные переводы, они намного даже на волатильности работают. Дают возможность минимализировать волатильность во время перевода. Это не то, что ты сегодня рассчитал курс перевода с помощью банков. Курс рубли-доллара. И через 5 дней, когда перевод осуществляется, там вообще другой курс рубли-доллара на эксчене. А тут моментально. То есть, вот эта цена, ты отправил на эту цену минимум колебаний, когда это дошло до туда. Потому что в Ledger отправляется, скажем, от 3 секунд, с кубальтом у нас будет до 1 секунды. Так что вот та же сверхзвуковая возможность XRP передвигаться, это только плюс для этой технологии. А насчет второй части этого выражения, что он просто продаст все и создаст новое. Я не понимаю смысл этого, что не получилось с Ripple, не получилось с Stellar. С Ripple вообще все получилось, поэтому он в той роли, где надо. И от него берется вот все эти количества XRP, которые не надо, чтобы у него были. Это нормально, это правильно. То же самое и с Крис Ларсена, если посмотреть на сбережения Крис Ларсена и сколько стабильнее уходит от его кошелька, это ясно, что да, есть люди, которые абсолютно нефтимы, говорят, что они дампят. Это не дамп. Это легальная возможность, дано им по контракту, чтобы они избавились от этих количеств XRP, потому что у них огромное, изначально было огромное количество, 7-6 миллиардов XRP. Это неприемлемо в таком масштабе бизнеса. И в таких планах, где XRP, как я не хочу в эту тему влезать, ни в этом видео. Нельзя, чтобы у человека, в двух словах, нельзя, чтобы у человека было такое количество XRP. Вот и все. А Stellar в этом рынке, это как Yahoo и, к примеру, Google. То есть какая-то доля все равно останется для Stellar. Я думаю. Но эта доля никак не может сравниться с долей Ripple. И даже если Джеб Маккиллб создаст еще один проект, вот такой хороший. Кстати, Stellar не хороший. Если посмотреть с технической стороны, у него много, очень много недоработок. То, что абсолютно нет в Ripple. Потому что Ripple Labs, XRP Ledger, вся программа обеспечения Ledger и XRP, тогда, когда это создал Джеб Маккиллб и сейчас, это совсем другие вещи. Джеб Маккиллб просто создал Stellar, копируя, по сути, те функции, которые уже есть. Тогда были в XRP. Тогда были в Ripple XRP. Но, конечно же, ничего нового не добавлялось в это. Со временем разработка Ledger очень сильными темпами росла в Ripple, а в Stellar этого не видели. Вот поэтому сейчас Stellar стоит на многих проблемах. А у Ripple вот эти технические проблемы, они нет. Вот и все. Надеюсь, что очень понятным языком постарался объяснить, что все пункты, которые вы привели в своей статье, они не имеют... Они не касаются реалии. Той реалии, которая есть, которая была, есть и в очень скором будущем будет. Спасибо всем. Увидимся.